Итак, продолжаем работать с мануальной терапией с ногами спереди. Для этого мы уже все коточки проймяли здесь, да? И нас интересует крестово-подвздошное сошинение. Чтобы... Ну, давайте покажу. То есть, таким способом мы можем восстановить баланс, если у человека смещены тазовые кости. Это два гребня подвздошных костей, вот так вот идут, да? Если с моей стороны находится крестец, то они могут быть смещены относительно его вот так вот. Что влияет, естественно, на весь организм? Из этой точки от крестца у нас растут ноги вниз и растет весь подвздоносчик вверх. Практически, когда зародыш зарождается, он примерно с этого места начинает образовываться скелет человека. В трубе матери. Вот представим, что вот это вот ноги, бедренные кости растут, да? Если таз сдвинулся, например, вот это пошло вверх, да? То произошло укорочение этой ноги. Видите, она пошла вверх или наоборот. Соответственно, это влияет и на все кости остальные. То есть у человека та нога, которая стала ниже, то есть длиннее, да? Организму нужно ее компенцинаторно весь свой костяк вырумить. Для этого он спрессовывает колено здесь, спрессовывает вот здесь стопы, да? Подворачиваются в стопу. Будет ли, бывает, в сторону. Может быть, видели людей? А, посчитать. Но, ну, соответственно, и вверх пошло искажение. То есть одно бедро ниже получается, да? Позвоночник, значит, соответственно, наклонился к повеснице, да? А дальше организму надо вырумнуть, он его загибает. Вверх, он сейчас загибается в противоположную сторону. Соответственно, плечи по другой диагонали согнулись, да? И шея тоже, да, согнулась. А потом голова на шее еще вот так вырумнулась. И в итоге, получается, человек, или он думал, что он ровный, его организм так подровнял его, вот так везде подкрутил, да? Наша задача все раскрутить в обратную сторону. Соответственно, чтобы вытащить, например, вот эта нога укорочена, да? Тогда мы в эту ногу упираем, ее ногу вернее, прямую желательно, напираемся в свое бедро или в свою, в свой гребень стопы. Вторую ногу берем за стопу и с небольшим подкруткой вот такой вот. Так, стараюсь спину держать. Не получается? Вот это вот. Держишь. Поворотом корпуса, вот такой разорщий корпус, ну, ее вытягиваем в противоположную сторону. Можно даже вот поддернуть. Тут очень хорошо чувствуется. Вот я слышал хруст здесь. Здесь вот растяжение, здесь растяжение, здесь растяжение, да? Следующий прием. Чтобы разгрузить крестово-подвздошное сочленение и уже переход в позвоночник, да? Л-5, Л-4, Л-3. Мы можем обе ноги поднять вверх. Ну, это, кстати, вот на маше задание. Можете сами делать дома. Держи их. Держи. Тут самое главное, чтобы таз полностью лежал на столе. Флот лежал. Немножко, вот тут важно именно микродвижение. Покачали вот так вот. Покачали в бок. Покрутили. Человек, в принципе, это может делать сам, если захватить себя за бедра. И вот так вот, потренируйся вот сам. Чуть-чуть легкие такие движения. Вот, расшатываешь позвоночник крестового сочленения. Чувствуешь, как он в кости, да? Можно усилить, если так, если так особенно не получается в прямой ноге, тогда сгибаемый в коленях. Берешь себя за колени сверху. Вот. По одному дра. И надавливаешься себе вот так вниз. При этом таз, нет, таз стараюсь не поднимать. Вот так, да. Вот позвоночник крестового сочленения в этот момент они так чуть-чуть, чуть-чуть и растягиваются. Минут движения и по очереди можешь. Даже не так сильно, а еще меньше движения. Да, вот так вот. Теперь схвати ноги вместе, руками, руками. Вот. И можно вот так вот на скручивание. Ну, это в домашних условиях. Человек может сам себе помочь. Мы, как мастера, делаем это за человека. То есть наложили руки на него. Стараемся, таз, чтобы он действительно лежал на столе, все-таки придавили как следует. И покрутили. Тут даже может быть стоять тараст в поясничном отделе позвоночника. Если нам этого не хватает, то можем или нужно по позвонку подняться с L5 до L1 или до грудных позвонков, то выкладываем руку под те позвонки, какие нам нужны. И ноги опускаем на него. Позвоночник, таз, вот, вытягиваем на себя. Таз поднимаем, да. Вот уже на виду будет не видно. Прям я растягиваю эти косточки. Ты как чувствуешь, как там тянется? Так, еще, даже перед вот этим приемом, чтобы еще больше отгрузить крестцово-подвздошное сочинение, ставим ноги, желательно максимально вертикально, насколько получается, ну, по крайней мере, вот голени, да. И такой прием из пиро, после зимитрической релаксации. Смотри, ты будешь ноги сжимать, а я буду разжимать вот так вот, да. Одновременно на вдохе делаем вдох. Вдох, взжимай силой, силой, тяни, 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 выдохнули. Еще раз, вдох, тяни, 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 выдохнули. Несколько раз так поделали, даже в этот момент тоже может быть там хруст, не кусался сейчас. Ну, мы с тобой давно уже проработали все. После этого вот так вот разгрузили эти мышцы. Мышцы там очень хорошо раскрепощаются крестцово-подвздошем сочинение после этого. Развели ноги и, насколько возможно, так немножко вот так вот поддавили. Тоже можно там услышать хруст. Возле копчика даже. Кстати, хороший прием для профилактики аденомо-простательной железы. Также можно советовать своим клиентам. Так, какой еще вам рассказать или с ногами пока закончим? Давайте лучше отработаем. По-моему, достаточно, да. Сейчас мы это все отработаем на практике. А если вы у нас смотрите по видео, то зря вы это делаете, дорогие товарищи. Лучше приходите на тренинги и все получается на натуре. Мы тренируемся, практикуемся постоянно. Тренировки, тренировки, пока у вас не появится навык в ваших золотых руках. Так что, не теряйтесь, приходите к нам.